добрый вечер друзья понедельник отучил я свой вечерний класс ну онлайновый не не такой значит и я домой и хотел немножко в дополнение сказать пару слов к тому сюжету которые я снимал днем когда детишки из школы вышли и там устроили такую небольшую демонстрацию значит первое что я хочу сказать что я спросил их откуда дети значит и они сказали что мы из лос-алтос high school дело в том что ну давайте начнем с лос-алтос значит лос-алтос это такое как бы место можно сказать приблотненная довольно дорогое где-то года полтора два назад я читал в журнале я рассказывал вас на канале я повторюсь что лос-алтос самый дорогой город в америке по ценам на дома такие классические американские дома 3 спальни 2 санузла вот 3 bedroom тубас это был самый дорогой город в соединенных штатах вот в этом классе домов так миллиончик а два вот такой домик значит ну считаете там я не знаю там 170 там 180 квадратных метров вот такой там на 10 участках на 10 сотках вот участок вот вот такой вот домик там пару миллионов и он при этом будет там скажем 63 года он не будет новый новый будет стоить 4 5 миллионов и вот такой городок лос-алтос high вот эта школа соответственно достаточно приблотненная эта школа государственная конечно есть школы еще частные тоже но мы сравниваем на уровне государственных школ как человек который здесь живет и моя дочь собственно закончила лос-алтос high и я могу сказать что эта школа с относительно высоким процентом белых где-то примерно половина но вот я специально перед тем как это видео значит наговаривать я пошел глянул что там пишут на на интернете значит там 49 процентов белых по какому-то последнему опросу там типа двенадцатого или одиннадцатого года но половина пусть будет половина нормально значит два процента афроамериканцев то есть практически нету и еще примерно поровну значит это латинос и азиат надо сказать что по американской системе индусы вот выходцы из индии индийцы мне говорят надо что правильно это индийцы но вот как-то принято индус вот хиндус да вот эти вот по-английски хиндус и то есть сторонники индуизма приверженцы индуизма вот эти вот индусы индийцы идут как эйджин азиаты вот они не идут как европе как белые или там как черный а вот идут как поэтому все вместе там и это довольно высокий процент белых потому что когда вы посмотрите на другие школы государственные там больше так замешано всякого в общем когда я на эту толпу смотрел и я вижу там в основном ну там пару черных пару белых и остальные мексиканцы там были там не было индусов там не было китайцев там собственно и белых почти не было ну буквально может быть пять человек на всю толпу и я не знал что это лос-алтас хай но я потом спросил у мальчика который там пробегал с плакатом известного содержания значит да он гитат мы игод из лос-алтас хай то есть индусы не пошли китайцы не пошли белые практически тоже не пошли ну пошли вот соответственно латинос но там было там два афроамериканца что вот они тоже подошли такая вот фишечка если бы внимательно послушать как бы там значит аудио в ряд этого сюжета когда я проходил так сзади за этой толпой двигаясь в сторону полицейского я хотел полицейского снять не выходя на дорогу то там ко мне подошел мальчик мальчик был белый он был постарше этих всех ему было если там толпа была в основном такие лет 14-15 то мальчику было может быть 16 может быть даже 17 он постарше был и и он так ко мне кинулся и это слышно на пленке он говорит там и говорит вы из я не помню снбс мснбс там какой-то какой-то он назвал там станцию я надо еще раз послушать я скажу более точно но это неважно то есть они ждали кого-то кто должен прийти с конкретной станции с конкретного телевидения новостного агентства и вот но я гонит я говорю youtube блогер он да да пожалуйста там все такое вот и через минут 15 после этого пришли те кто должен был прийти они их поснимали там и молодняк разошелся вот так что как бы целью от этого сборища на этом месте было не только продемонстрировать что-то хотя место было оживленное это одно из наиболее оживленных мест и они стояли на таком перекрестке где во-первых машины идут во вторых с той стороны улицы там это т-образный перекресток и с той стороны улицы и такой трафик прямо на них тоже шел и там значит делал левый поворот но в общем то они как бы ждали когда кто-то там придет их сфотографирует и на этом они угомонились в принципе мы мы все люди взрослые и мы понимаем что всякая там демонстрация она кем-то организовывается это неважно это маленькие дети или постарше там допустим студенческая молодежь или вообще абсолютно любого возраста какие-то есть группы политические какие-то но я не обязательно политические вот у нас например серферы которые в санта кросс они там все в твиттере и там значит когда нет волна хорошая или там киты пошли я не знаю там чё и там бах бум и тут собирается толпа в течение часа там 200 человек собирается поэтому люди каким-то образом организованы поэтому в этом ничего удивительного нет ничего аномального в этом тоже нет вот ну зачем их организовывать в том смысле что как бы уже изменить ничего нельзя с точки зрения выборов но есть люди у которых переживания то есть переживающие люди есть которые не могут успокоиться есть которые я не знаю в чем их цель честно сказать вот я их не вижу много я первый раз я услышал шум думаю вот меня все спрашивают про эти самые митинги а демонстрация же не видел ни разу я пойду хоть поснимаю дети рада радовались мне как родному вот вы это может быть даже видели они так вот там руками махали поворачивались своими плакатиками чтобы я видел там эту похабщину что они написали в общем я думаю что если бы их организовали реально получше они бы не ходили с матершиной а что нибудь такое написали бы еще то такое мне ощущение что там вот как-то организация какая-то очень слабая и и в общем то как-то они сорганизовались именно в отношении латинос то есть если бы это организовывала школа например да то я я думаю что мы пошли бы и белые пошли бы и китайцы индусы как бы разные бы дети пошли но в данном случае мы видели исключительно латиноски я не знаю кем это организовано вот вот таким манером подано это явно не школа их послала я не видел там рядом ни одного взрослого то есть вот за старшего был вот этот паренек и толпа это было это явно не люди которым платят деньги вот тут некоторые вот им платят деньги там споры идут по 10 долларов в час по 15 долларов в час нет это это детишки они без денег они просто молодые заводные они радостно что-то кричали они что-то скандировали и они абсолютно все говорят без акцента вот я там мимо них ходил и и там когда камера баба была выключена где-то может быть немножко перекидывался там по чуть-чуть вот и они абсолютно все с родным английским вот это местные дети то есть даже если они родились там где-нибудь еще но они они выросли в америке конечно вы можете сказать а откуда в лос-алто с таком дорогом месте а четверть значит детишка мексиканские дело в том что города mountain view и лос-алто с имеют объединенный high school district вот школы более низкого уровня у них разделенные high school общие там есть три high school на эти два города вот есть mountain view high low salt high и altavista вот и соответственно там дети замешаны старшеклассники замешаны поэтому какая-то часть вот детей приходит из mountain view of mountain view достаточно довольно много мексиканцев вот поэтому так получается очень многие люди селятся в mountain view новые мигранты которые ну как бы ценят образование для детей не все ценят так вот они селятся специально на такой территории где дома принадлежат к лос-алто с ким школам но если high school high school попасть не сложно это особый денег-то дополнительных не стоит аренда помещения аренда квартир то вот допустим чтобы попасть уже в начальные школы это будет месяц стоит там 200 а то и 300 долларов сверху а если вот улицу перешли вы с этой стороны школы маунте южная с той стороны школе школа лос-алто ски хотя это и то и другое в mountain view то там будет та же самая квартира будет стоить там на 200 300 баксов дороже просто вот такое получается я пытаюсь немножко осмыслить ту дискуссию которая в комментариях там произошла потому что за несколько часов там что-то 130 140 комментариев и народ там разные идеи высказывает значит у меня не было ощущения что это школьная организация мы мы давно эту школу знаем и как бы все-таки у нас там ребенок четыре года учился это не не такая форма то есть может быть они вместе ходят на какой-нибудь класс там я не знаю и дам преподаватель кто я я я думаю что вот это такого уровня и количество детей не превышало количество людей берущих какой-то класс ну там 30 человек там 25 человек и их там не было там 50 насколько я могу судить вам беднее вы посмотрите но так как-то немного вот поэтому такая вот интересная история мне хотелось вам показать значит вот американскую такую демократию в действии вы видели там полицейского стоял себе спокойненько на мотоцикле и смотрел чтобы ничего не происходило ничего не происходило это значит чтобы они не вышли на проезжую часть и не перекрыли ее то есть вполне возможно что он к ним подошел я не видел этого момента но он не мог подойти сказать ребятки на дорогу не выходим значит тут въезд в это дело не не перекрываем и вот он сам так тоже стоял чтобы въезд был туда в отбор на эту плазу где наши офисы находятся вот может быть вы заметили в этом сюжете там я потом задним числом только обнаружил там со всех сторон там партнов компьютер school партнов компьютер school они прям под нашим знаком стали вот и мы можно сказать вошли было в историю и я честно сказать пошел посмотреть в ю тубе пошел поиск делать на вот этот вот там f трамп вот и оказалось еще мы такие сявки нас там вообще на пяти страницах не найти первым идет какой-то человек там но правда уже полгода как этим занимается так вот у него там миллион двести просмотров на какая-то группа музыкальная значит в отношении трампа совершает значит такие интимные действия и в общем там мы как последние сявки я не знаю про я не имел ввиду чтобы искали вот по этому делу и нашли нас никакой мысли у меня не было но задним числом я уже подумал так хорошо вот вы видите они не боятся и люди проезжающие вы слышали там бибикали ну так молодняк поддержать в этой местности в санта-клара каунте по моему по последним данным 73 процента избирателей голосовали за клинтон ну может быть против трампа так так можно вот я я как бы отдавал голос за клинтон не потому что нам не нравится потому что я был против и трампа ночью такая вот история 73 процента это это довольно прилично вот и когда я возвращался уже камеру выключил и возвращался шел в направлении офиса там из соседних офисов какие-то люди не решавшиеся подойти к молодежи но такие уже постарше моих лет женщина такая американка вот они поймешь что ли она консервативная то ли она либералка по ним не поймешь вообще у нас тут все либералы и вот она значит спрашивает меня интеллигента так скажите а что у них там на плакат а не так что это за дети откуда они я бы ты говорила салтас хай говорит она ну да да а что у них написано на плакате как вот на этих уже плакаты были на дорогу она не видела с обратной стороны я говорю там написано вот и сказал что написано там f трамп значит и она так у нее так лицо вытянулась и она говорит вы уверены что они из лос-алтас хай я говорю даже не сомневайтесь я спросил и довольный пошел с камерой чтобы вам отрапортовать все друзья один на меня тут найти набросился он недавно возник на какой-то на каком-то моем на прямом эфире и играть я вот 14 лет тут нелегалом и я за трампа ну человеку и хочет чтоб я бесплатно депортировали он наверно так переживает и вот и он мне написал что вот я там негодяй что я типа лиза блюд и вот то я значит в одну сторону то в другую сторону и типа или ты за трампа или ты против а вот ты там и то и все а я друзья я конечно против трампа но я живописую реальный мир и я хочу чтобы вы видели реальный мир я собственно свое мнение не скрываю вот но я я хочу чтобы вы имели возможность составить свое так я я не навязываю такая вот история пришлось забанить он ругался нехорошие слова говорил я думаю ну дай бог ему здоровья вот на чем мы с вами и прощаемся счастливо